Микс Ньюс Советы Богачек То есть я советую провокации, но не все их могут себе позволить делать Российский психолог-психотерапевт Скажи ему, слушай, ты меня сейчас бесишь, вот честно Специалист по семейным отношениям Ну все, будьте готовы к тому, что он пойдет искать другую энергетическую другу Ирина Богачек на Радио Болтком Поэтому это такие некие лайфхаки Дает советы и отвечает на вопросы Есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами А потом их раскроем, да? А потом их раскроем Советы Богачек Время выхода программы анонсируется дополнительно И все проблемы решаются Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Советы Богачек И российский психолог, психотерапевт Ирина Богачек с нами на прямой связи Здравствуйте, Ирина, добрый день Добрый день Мы в прошлый раз, а это было в середине еще сентября Там получился все-таки у нас такой длинный перерыв Говорили, говорили на тему мифов об идеальном союзе И там даже пытались какие-то математические формулы счастливого союза Может быть, ну буквально в двух словах Поскольку мы собираемся еще продолжить эту тему Напомнить, как говорится, содержание предыдущих серий Да-да-да Итак, тема у нас формула гармоничных счастливых отношений И действительно, кратко напомню, о чем же я говорила Дело в том, что еще Аристотель предложил два треугольника равнобедренных, разосторонних Треугольник женский и треугольник мужской гармоничного союза Итак, по верхним вершинам Это диада в женском треугольнике – великая мать А в мужском треугольнике – божественный сын И в этой диаде мужчину нужно наполнять заботой, опекой Ругать его и хвалить, поддерживать Но именно как мама Потому что мужчины – божественные сыны Мальчики 9 и 10 лет, как говорил великий юг По вторым вершинам в этой диаде – гетера и воин Здесь мужчину нужно наполнять лебеденозной энергией Энергией любви А в принципе в жизни в чем это проявляется? В восхищении и вере И как часто бывает, что вот такая замечательная, красивая девушка И она удачно вышла замуж за, в общем-то, финансово-состоятельного мужчину А потом вдруг у него начинает все рушиться Идеи куда-то теряются, наступает финансовая нестабильность А все, возможно, зависит как раз от того, что она перестала им восхищаться и верить в него По третьей вершине, вот она на самом деле самая проблемная Это зона, когда женщина является жрицей, а мужчина является первооткрывателем И здесь мужчину нужно кормить информацией каждый день Точно так же, как котлетами с гречкой А очень часто женщины думают, что они вышли замуж удачно И что, совершенно это не обязательно делать Достаточно говорить о том, что происходит в семье Наш карапуз один раз пописал, два раза покакал И это вовсе не та информация, которая нужна мужчине Нужна та информация, которой он пойдет и похвастается перед другими божественными сынами И скажет, что моя любимая то-то и то-то Дальше я рассказала про четыре этапа, которые проходят отношения И часто люди не знают этого, пугаются И они переходят от одного этапа к другому Итак, что это за этапы? Первый этап, он называется слияние Когда пара, партнеры живут и дышат в унисон Им кажется, что им нравится все одинаково И музыка, и кино, и какие-то желания, интересы у них одинаковые После этого периода наступает этап отдаления И партнеры пугаются Им кажется, что у них уже ничего общего Что у них нет никаких совместных интересов И очень часто на этом этапе пара как раз распадается То есть они не переживают вот этого кризиса Не зная о том, что дальше наступит следующий этап Который называется контакт То есть когда партнеры вот именно в этот момент Начинают быть самими собой То есть они не боятся рассказать о каких-то своих интересах О каких-то своих слабостях Ну, например, оказывается, что он плачет над Гамлетом И любит вязать крючком А почему ты раньше-то мне этого не говорил? А я думала, что ты посчитаешь меня Слабым, немужественным и так далее И когда, познакомившись заново Друг с другом, партнеры Прожив этот этап Только тогда они смогут перейти на четвертый этап Который называется интимность И в данном случае речь идет не об интимной близости А именно о душевной близости Когда партнеры могут действительно быть сами собой Могут рассказать о своих желаниях, фантазиях Не боятся быть отвергнутыми И очень хорошей иллюстрацией является следующее Когда партнеры сидят на кухне утречком Пьют кофе И один кто-то говорит Слушай, какой дерьмовый кофе? И оба понимают, что это всего лишь о кофе Но никак не о друг друге И вот эти вот этапы Они будут сменять друг друга Затем снова наступит слияние Затем снова отдаление Затем снова контакты Что-то новое узнаешь о своем партнере И снова интимность То есть отношения идут по синусоиде И вот это нужно очень хорошо понимать И не бояться этапа отдаленности Когда тебе кажется, что вдруг Ты уже становишься неинтересным своему партнеру И вот сейчас я как раз перехожу к тому О чем я еще не рассказывала А именно о мифах Или заблуждениях Которые очень сильно меняют отношения Которые очень сильно влияют на отношения И людям кажется, что если у них такое происходит Ну все, крах Все, туши свет, разводись Дели имущество и так далее А дело в том, что вот эти заблуждения Эти мифы так глубоко могут сидеть внутри нас Что они являются как бы, знаете, вот интроектами То есть как крапами Которые вот Вроде бы я с ними не согласен Но ведь так же все говорят Значит, наверное, действительно в этом правда И вот сейчас я полностью разрушу эти мифы И начну рассказывать Чего не стоит бояться И чего точно не стоит считать Истинной в первой инстанции И первое заблуждение Оно о том, что любящие супруги Все время должны Вот это слово должны Говорить друг другу правду И вот здесь очень большой вопрос А стоит ли своему партнеру Говорить о том, что у него появились Лишние килограммы Или вдруг у него начинает, понимаете Просвечиваться слегка лысина Может быть, эта честность Будет очень жестокой Может быть, она может причинить Действительно боль И здесь прям конкретные случаи Из моей клинической практики Одна девушка уже, будучи замужем Где-то пару лет они уже жили с супругом И казалось, что у них идеальные отношения То есть все прекрасно Все замечательно И вот она решила Рассекретить ему В общем-то Очень глубокую свою травму Что в 16 лет Она подверглась изнасилованию А супруг ее Восточный мужчина И она не то, что не получила От него поддержки и понимания А у него, знаете, что называется Понарастающий Симптомокомплекс порочного круга То есть каждый раз Когда он напивался На праздники или еще где-то Он приходил и говорил Это ты себя так вела Это ты спровоцировала Этих мужчин Чтобы они на тебя напали Ну потому что Восточных традициях Да Скорее всего Виновата женщина Да В том, что такое произошло И дальше больше Дальше больше Он начал уже ее Обзывать То есть такие совсем Эпитеты относительно нее И закончилось все тем Что он применил Физическое насилие По отношению к ней Ну и конечно же Пара распалась Ну Должна ли она была Говорить эту правду Возможно ей хотелось Поделиться Но скорее всего Это нужно было сделать Со специалистом Который бы помог тебе Справиться с этой травмой И не привносить Это в отношения Потому что я все время говорю Отношения Это удар ладошек Это двое Нельзя сюда помещать Никого третьего Даже каких-то бывших факторов Или например Ну абсолютно точно Нельзя мужчине Партнеру Рассказывать Про свои бывшие Сексуальные Похождения Или опыт У нас даже есть Программа Которая называется О чем нельзя Говорить с мужчиной И даже если он тебе Говорит Ну что ты придумываешь Ну я же понимаю Что я Ну возможно У тебя не первый Мы ему на это отвечаем Ты единственный Ты единственный И именно эти отношения Это пространство Мне сейчас Очень важно Ну точно Женщинам Желательно Не говорить Мужчине О своих Например Женских Каких-то болячках Потому что Вот здесь Срабатывает вершина Великая мать И божественный сын Мужчина Просто может Испугаться Что его мама Заболеет И умрет Ну Я в данном случае Говорю эпитетами И Действительно Приведу Очень яркий Клинический случай Ко мне Обратилась Девушка С достаточно Сложная история Мы прекрасно С ней проработали Ее травматический инцидент И она мне звонит И говорит Ирина Вы не поверите Я встретила Мужчину Всей своей жизни Более того Он тоже сам Говорит обо мне Все Я уже переезжаю К нему Уже я перевожу вещи Он рассказывает В какой комнате Будет спальня Нашего ребенка И так далее А девушка Спортсменка Причем Будучи Очень хрупкой Блондинкой По типу Барби Она Знаете Участвует В соревнованиях Которые называются Айронмен Это что Это бегут Плывут Едут на велосипеде Какое-то огромное Количество Километров И Ну вот я не знаю Люди получают От этого Необыкновенный Кайф Вначале я думала Что она таким образом Себя наказывает За ту свою старую историю Потом я поняла Что нет Она действительно Получает удовольствие От этого И дело в том Что ее мужчина Тоже спортсмен И он разделял С ней эти увлечения Ровно до того момента Пока она не сказала Что ты знаешь На самом деле Мне не так легко Это дается Ведь у меня Хроническая астма И я превозмогая Свою болезнь Иду в этот спорт И получаю результат Но это я узнала позже Когда вдруг Раздался у меня Ночью звонок Это была истерика Слезы И она говорит Я не понимаю Что произошло Он отказался от меня Я говорю Срочно ко мне Пожалуйста Завтра Ну-ка Давай-ка Разбираться Дословно Что Когда Ты могла ему сказать В данном случае Могла ли ты рассказать Свою вот Ту вот страшную историю Она говорит Нет Я говорю Давай что еще И тут мы вот Как раз и докопались До того Что она вот эту астму Представила Как очень Большое Препятствие К спорту Но с которым Она справилась А выяснилось то Что у этого мужчины В 14 лет Когда ему было У его мамы Обнаружили Раковую опухоль И была вероятность Что она умрет И у него В тот момент Поселился Такой жесткий якорь Что Якорь потери Близкого человека Что вот здесь Малейший намек На то Что с его любимой Может что-то произойти Все Он не мог справиться С этим И он не объясняет Ничего Да он даже Не понимал Что произошло Он отказался от нее Ну Слава тебе Господи Мы исправили Эту ситуацию И Я подсказала Как правильно поступить И уже Ну что сказала То сказала И как дальше Это перевернуть И показать Что я все-таки Здоровая Женщина Которая может Родить себе Здоровых детей И Ту-ту-ту-ту Ну Немножко В общем Мы с ситуацией Все справились Но Ведь иногда Люди Не могут справиться С этим И Тогда что Отношения Разрушатся То есть Вот Это правда Она знаете Палка о двух концах То есть С одной стороны Вроде бы Да Вроде бы Ты хочешь быть Искренним Со своим Партнером Но здесь Я опять же Обращаю В том числе И к нашей передаче Разница между Любовью И дружбой Да У нас была такая Программа Да Так вот Полностью Открываться Друг другу Могут Именно друзья А если Это все-таки Человек С которым У тебя Влечение Инсимная Близость Любовь То есть Обязательно Должно быть Некое Пространство Которое Мы заполняем Своими Проекциями Мы заполняем Своими Фантазиями О партнере А иначе Вот когда я Очень часто Слышу Роднуля Все Для меня Это очень Плохой Звоночек Потому что Как только Мы говорим Роднуля Скорее всего Влечение Снижается И наступает Эффект Так называемых Близких Родственников Когда уже Действительно Это может Каким-то образом Повлиять В том числе И на Сексуальные Отношения И вот Второй миф Как раз Он и связан Да и еще Несколько Как раз С сексуальной Активностью То есть Второй миф Он о том Что считается Что если Возникает Сексуальное Снижение Это Сто процентов Значит Наши отношения Уже Тещат По швам Принято Считать Что вот Эмоционально Близкие Пары Они должны Вести Очень бурную Сексуальную Активность И вот Эта Сексуальная Активность Как раз И говорит О том Что между У ними Все хорошо Но на самом Деле Парадокс Заключается В том Что Любовь И влечение Могут Конфликтовать Как часто Люди Ненавидят Друг друга Но у них Бывает Страсть По отношению К друг Другу Или Идти Параллельно Или вообще Как бы Какой-то Элемент Может не Присутствовать Но при этом Двое В данном Случай Могут быть Так сильно Привязаны Друг другу За пределами Спальни Что они Даже Жизни Не мыслят Друг без друга И огромное Количество Пар Мы таких Знаем Олег Тоже в данном Случай Сейчас Может быть Свои примеры Какие-то Приведете Но Вот я Абсолютно Точно Вспомнила Людовика И Маркиза Депомпадур То есть Когда она Уже В общем-то Была для него Не совсем Сексуально Привлекательна Она Додумалась До того Что она Сама Ему Выбирала И он Был с ней Близок Достаточно Долго Или Очень известная Пара Гала Сальвадор Дали Когда Гала Посчитала Что она Тоже Теряет Сексуальную Привлекательность Она Заточилась В своем Замке В своем Дворце При этом Принимала Любовников Но Сальвадор Дали Она Как бы Отказывала Потому что Хотела Чтобы В его Памяти Она Осталась Той Самой Роскошной Галой В общем Которой Он посвятился Свою Жизнь Маяковский Да И Лили Брик Например Да Вот Вот Конечно Да 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 Или Что Далеко Ходить У меня Очень Хороший Пример Сейчас Вспомнился Походу Это Моя Бабушка С дедушкой Вы знаете Когда я была Маленькой Девочкой И заходила К ним В комнату Мой дедушка Был очень Высокий Мужчина А бабушка Маленькая Такая же Как я И я Видела Как они Лежат на атаманке Она у него Под мышкой И я думала Какая ерунда Старики А что-то там Я не знаю Обнимаются Что-то там Вообще Такое Творят И только сейчас Конечно же Ну спустя много лет Я понимала Что это вот как раз И есть Та самая Душевная близость А скорее всего Уже конечно же Там не было Никакой сексуальной активности Люди взрослые были Но в данном случае Вот эта душевная близость Она позволит им Вот прочувствовать Ту силу любви Которую я тоже знаю Теперь Какая бывает Потому что я научена Примером Своих Близких Родственников 67212 93.9 67213 93.9 Просто вот мы Сегодня хотели Попринимать звонки В том числе Сорвался звонок Человек звонил 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 И вдруг Сорвался Если Ну вы хотите Быстренько перезвонить Или тогда мы Продолжим И Ну вот Алло Здравствуйте Алло Да Елена Я бы хотела Спросить Что такое За информацию Которую Он должен Обладать Спасибо Еще раз Просто плохо Было слышно Немножко Очень плохо Было слышно Да Просто Вы Сказали Что он Должен Обладать Информации Информации А я понял Да Какой информации Должен Да я понял Да 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 Ага Какой информации Нужно кормить Мужчин Это имеется ввиду Это те знания Которые Например Мужчину Силу занятости Не может Как бы Добыть сам Это может быть Какая-то ваша Вот это вот Private зона В которой Вы Например Что-то делаете Там Где вас вдохновляет Ну например Вот я Преподаю В школе Этикета Я очень часто Прихожу И супругу говорю Ты знаешь Вот А вот оказывается На живилке Вот так вот Нужно класть А вот французская Манера А вот допустим Там Английская Манера И Например Рассказываю Какие-то истории Своей профессиональной Деятельности Ну то что могу Рассказать Конечно же Силу конфиденциальности Информации Рассказываю Рассказываю Какие-то В данном случае Психологические Приемы Которыми он Хвастается Приходит К мужчинам Сигарный клуб Я уже Говорила об этом И рассказывает Слушайте А представляете Оказывается Вот есть Такой психологический Метод То есть Какие-то вещи Которыми Мужчина Будет Хвастаться Перед Другими Мужчинами Придет И он Вовсе Даже не обязательно Расскажет О том Что именно Вы ему Рассказали А просто Вот так Подаст Информацию Ну я не знаю Там Например О каких-нибудь Трендах Современных Отношений Или о ТикТоке О котором он В жизни Не слышал А вот тут Вдруг Его барышня Ему Поведала Что оказывается Это совсем Такое Супермодное Но какое-то Бредовое Ну на мой Вкус Я не очень Поняла Это новшество Такое Социальных сетей Еще один Сразу Звонок Примем Здравствуйте Пожалуйста Доброе утро У вас Меня зовут Юрис Я генеральный Директор Пегаса Пил Мне 75 лет Скоро у нас С женой 50 лет Золотая свадьба И я вам скажу Правильно Ведущий говорит Главное В людях Духовная Близость И вот Если это Есть Духовная Близость Тогда люди Жить будут И 50 И 100 Лет А если Этой Духовности Близости Нет То люди Расходят Через год 2 и 3 Всем Духовной Близости Спасибо Спасибо огромное За ваши комментарии Да действительно Я уже как-то говорила Там где снижается Влечение Начинает работать Любовь Эмоциональность Мысли Идеи Какие-то И позволю себе Перейти К следующему мифу Пока у нас Еще следующих Звоночков нет Итак Следующий миф Он о том Что любовь И страсть И страсть Должны идти Друг с другом Если мы вспомним Вот раньше Все время Использовали Такой вот термин Супружеский долг Ну в данном случае Часто да Браки заключались По расчету Влечения между людьми Не было И конечно же Говорили о Вот том самом Долге Что ты Обязан Вступать со своим Партнером Интимную близость Вот С течением времени Конечно же Люди стали выходить Замуж уже По любви Или жениться И Выйдя замуж По любви Люди вдруг Начинают считать Что вот эта страсть Будет много 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 лет И если мы Сделаем комфортность Вот это вот у нас Будет близость Эмоциональная То вот о чем Я говорила раньше Мы будем обо всем Друг другу рассказывать То сексуальная активность Будет увеличиваться То есть страсть Будет все больше И больше На самом деле Это миф И вы знаете Хочу рассказать Очень интересную историю Когда я была студенткой Училась в Варшавском университете У меня был коллега Молодой аспирант И вот как мы там Общались между собой И я ему говорю Слушай Пойдем сегодня в кино А он говорит Нет Сегодня в кино Пойти не могу Я говорю Почему Он говорит А сегодня Четверг Я говорю И что Он говорит Нет У меня в понедельник И в четверг Секс с Маргарет А почему в понедельник И в четверг Нелезатор в какой-то другой день Говорит Ты что Нет У нас Ну он немец По национальности был Нет У нас с Маргарет Значит запланирован секс В понедельник и четверг Ты не представляешь Какой был скандал Когда в прошлый раз Или в какой-то там Позапрошлый Шел чемпионат мира по футболу А он заядлый болельщик И вот должен был закончиться Чемпионат в 23.00 А у них секс в 23.00 Еще немного немало Кроме того Что в неделе к четверг А там я не знаю Что-то Ну вот часто же в футболе Там и хоккей Или футбол Футбол по-моему Задерживают Потому что там вот Назначают дополнительный Какой-то Время Да-да-да И вот Я не знаю Там на полчаса Или на 40 минут Затянулся этот матч А они так разрукались Что они даже вынуждены Были пойти К семейному психологу Потому что Она стала выдвигать Требования И говорить Что значит Он ставит свои интересы Превыше моих Значит ему наплевать На наши договоренности Причем тут хоккей У нас вот такие Есть договоренности О чем это договоренности Как раз О том самом Супружеском Долге Да Который как раз Является долгом И Для некоторых людей Действительно Вот это комфорт Безопасность То что мы знаем Уже друг друга Действительно могут Активизировать Сексуальную активность Ну и Я уже говорила Неоднократно Должны Вот это быть Пространство Которое мы заполняем И вот часто Например партнеры Не видят друг друга Приезжают и говорят Я соскучился На самом деле Это соскучился О чем Появилось как раз То самое пространство Я не знал И ты не знала Что мы делали Допустим Когда мы не виделись Там неделю Или две То есть появляются Вот эти фантазии Появляются мифы То есть какие-то Открытия Перехода Мостика Этого Которые Ну крайне Необходим Для того Чтобы примирить Эротику И быт Все говорят Надо решать Эту проблему Да это не проблема Это парадокс И вот здесь Задача какая Договориться То есть научиться Быть одновременно И близким Человеком И далеким То есть как раз Иметь ту самую Свою сферу В которой Твой Такой Тайный сад В котором У тебя есть Какие-то дела Какие-то идеи Он может быть Интеллектуальный Физический Эмоциональный Там где ты Наполняешься Энергией Твой партнер Ну не попадает Ну например Мой супруг Никак не приходит Со мной на терапию И не пишет Со мной книжки И так далее То есть он там Получает какой-то Готовый результат То есть вот этот Вот угол Вот как раз Та самая информация Да Она и делает Нас Далекими В то время Как эмоциональная близость Делает нас Близкими Сейчас еще один Попробуем принять Звонок Да здравствуйте Добрый Добрый день Пожалуйста Добрый день Добрый день Вот скажите мне Пожалуйста Скажите Опять еще раз Юрий с меня зовут Да-да-да Вот скажите Обратите внимание Рождаемость У нас в Латвии Падает Много разводов Почему это происходит Потому что Ведь самое главное В жизни Человек должен Получать Три удовольствия В жизни Первое удовольствие Духовное Одеваемся Красиво Картины Смотрим И так далее Наслаждаемся Духовное Второе удовольствие Сексуальное Духовное 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 Но практически Мужчины Только Юрий с извините Очень плохо Слышно Очень плохо Слышно К сожалению Но я могу Первое Что мы услышали Почему действительно Все таки Падает И рождаемость И люди Реже Ну вот Официально Оформляют Союзы Да-да-да Я понял Очень хороший Вопрос Он как раз Очень тесно Связан Со следующим Мифом О том Что мужская и женская сексуальность По своей природе Различны Что да Действительно Если женщина Может слукавить То мужскую несостоятельность Ну в общем Ее никуда не скрыть И часто Бытует такое мнение Что у мужчин Преобладает физика То есть Их инстинкты Вот такие вот Примитивны В то время Как для женщины Нужна эмоциональность У женщины Такой Знаете Характер Сложный Желание Переменчивое И так далее Да Действительно Частично Совсем немножечко Это так Но все-таки В жизни Сексуальной жизни Мужчины Эмоциональность Тоже имеет Огромную роль И в данном случае Тревога Стресс Какие-то проблемы В бизнесе Они могут Напрямую Влиять На сексуальную активность А время Непростое Действительно Очень стрессовое И есть такое понятие Которое называется Горячая голова Да Очень часто Мужчины Используют Секс Как антистресс Но мы и помним О том Что они Божественные сыны И в случае Когда у них Случается что-то Стрессовое Они скатываются В регресс То есть Детскость А там Три базовых Биологических Их потребности Сон Еда Секс В данном случае Может быть Еда А может быть Алкоголь Вот Итак Что же за такое понятие Горячая голова Один раз Мне нужно было Договориться С лепщиками Которые делают Лепной декор На потолке И я Никак не могла Остарговаться по цене И пригласила С собой Свою подругу Надо сказать Что подруга Удивительная Она живет в Америке И там Вообще Сейчас такая Знаете Тенденция Говорю все Что думаю Вот сейчас Очень кстати Прокачивается Вот этот проект Что люди должны Говорить все то Что они Допустим Пишут Чтобы они Умели открыто Говорить Но я уже Высказала свое мнение По поводу того Нужно ли человеку Прямо говорить Правду в глаза Но конкретно Этой истории И вот Мы сидим Разговариваем Обсуждаем Этот лепной декор И так далее И вдруг Моя подруга Американка Выдает следующее Она говорит Слушайте Вы же такие Творческие мужчины У вас же Наверное Профессиональное Хроническое Заболевание Они говорят Какое Она говорит Горячая голова Я думаю Мама дорогая Что она несет Она говорит Ну дело в том Что когда у вас Голова горячая То есть Вы в творчестве Вы в идеях То Ну Та голова Вот Ну это Сексуальная активность Она Снижается Я думаю Ну точно Я не куплю Никакой Лепной декор И это действительно Правда То есть нельзя Воспринимать Мужчин Как биороботов И вот Отвечая на вопрос Юриса Конечно же Мы говорим О том Очень сейчас Стрессовое время И отношения Дело рук женщины Успокаивайте Своих мужчин Делайте им Дома Или где Когда вы вместе Находитесь Ощущение Комфортности И безопасности Но при этом Удивляйте И интригуйтесь И тогда Сексуальная активность Будет повышаться И рождаемость Соответственно 6212 93.9 6213 93.9 Сегодня Вот мы говорим О мифах Об идеальном союзе Может быть У вас есть тоже Какие-то примеры Варианты Не стесняйтесь Дозванивайтесь Высказывайте Своё мнение По этому поводу Ну а мы пока Продолжаем Вот разбирать Да мифы И вот Пятый Миф Или заблуждение Что Идеальный союз Основан На равенстве И вот здесь Как раз И начинается Та борьба Которую я закончила Прошлую нашу передачу Я сказала Или ты в борьбе Или ты в отношениях Если начинается Та самая борьба За равные права Считай Союз провалился В гармоничном союзе Люди дополняют Друг друга И точно не повышают Свою самооценку За счёт того Что принижают Какие-то качества Своего партнёра В гармоничных отношениях Нет страха Быть бледнее Что я в чём-то Не преуспел И Очень часто Сейчас Время такой Критики Выискивания Недостатков Мы такие Очень все Продвинутые Что называется Психологии В том числе И самокритики И я приведу Вот конкретный пример Одна барышня А у них Прямо тоже дошло Практически до развода Приходит ко мне И говорит Вы знаете Уже тоже они были В долгих отношениях И как-то раз Она Своему партнёру Сказала Следующую фразу То есть Решив Покритиковать А он Что-то там не знал Я уже конкретно Не помню что И она сказала Ты плохо Образован И если бы кто-то Допустим Не обратил На эту фразу Внимание То её мужчина Он настолько Болезненно Отреагировал В нём Зайкорилось Это состояние Что дальше Когда Допустим Она стала обращаться К нему С какими-то просьбами Помочь ей Он говорил Ну ты же у нас Самая умная Ты же самая образованная Иди и решай И дальше больше И дальше больше И она говорит Я не знаю Что с этим делать Вот так вот Иногда Брошенная фраза Критическая фраза Она может полностью Обесценить Твоего партнёра То есть попасть В его тело боли А ты не знаешь Где его тело боли То есть мы стали Разбираться в чём дело Оказалось у этого мужчины Мама директор школы была И сказать ему о том Что он не образован Но это всё равно Что вот знаете Разрушит всю его концепцию То есть всю его парадигму И в этом смысле Конечно же Не нужно критиковать Своего партнёра А правильной фразой будет А за то Да допустим Он не знает Художников Писателей Там ещё что-то А за то Он умеет Зарабатывать деньги Или например То-то, то-то, то-то А за то Он например Ещё что-то Великолепно делает То есть мы говорим Не о недостатках А как раз О тех самых плюсах Да Которые есть В твоём партнёре И в данном случае Хочу привести Пример Очень известной пары Мстислава Ростроповича Галины Вишневской То есть он Для людей Для социума Всё время говорил Моя Галя барыня Моя Галя королева Я подкаблучник Я ей подчиняюсь Но на самом деле У них В отношениях Конечно Галина Вишневская Была в позиции снизу Именно он был Главой семьи И собственно говоря Но в мире музыки Все это знали Но вот Они Прекрасно Дополняли друг друга Поэтому Очень долгосрочный Союз Счастливый До Конца Ней И сейчас Я как раз Хочу перейти К советам богатчик Никто там Нам не звонит Есть звонок Да Давайте примем Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте А вы говорите Что там Начальник школы Там Директор школы Там Умные Я бы сказал У меня тоже Тёща Педагог Я бы не сказал Что она Умный человек Но это Человек Повесил Про тёщу Да Здесь речь идёт Всё-таки Скорее про Комплексы Людей И вот Может быть Для него Поскольку Мама Была Директором Школы И наверное Она Очень Её Заботило Образование Сына Для него Вот этот Болезненный Вопрос Может быть Даже кстати Показывал Что Ну как будто бы Все мечты Его мамы Устремления Его мамы Тоже Обрушивались То есть Здесь даже Комплекс Не только Самого Человека Но и Включается Комплекс Мамы Наверное Я и говорю Да Вся парадигма То есть Весь его Вот этот Замок Да Он Этот мужчина Безумно Любил Свою маму Уважал И так далее И в данном Случа Вот она Попала В тело Боли Может быть Действительно Она не додала Ему Каких-то Знаний Ну в силу Своей занятости Все-таки Директор школы Это такая Профессия Достаточно Сложная Сам себе Не принадлежишь И скорее Больше внимания Уделяешь Чужим детям Чем Сапожник без сапог Бывает такое Да Да У нас еще один звонок Здравствуйте Пожалуйста Знаете Мне понравилась Одна фраза Из Библии Совет Что муж должен Любить свою жену Как самого себя А жена Должна Глубоко Уважать Своего мужа Без уважения Никакой Хорошей Семейной Жизни Не получится Спасибо Спасибо Конечно же Огромное спасибо Вам за комментарий Ну и теперь Я перехожу К советам Богатчик А в данном случае Советы сейчас Будут заключаться В том Что я буду называть Признаки И вы будете смотреть Что у вас есть И вот если Большинство признаков Ну в данном случае Пять из семи У вас присутствуют В ваших отношениях Значит вам Волноваться Точно не о чем Итак Первый признак Что в целом Вы в отношениях Больше счастливы Чем несчастливы То есть вы больше Себя чувствуете Любимым Чем нелюбимым Что значит В большей степени Дело в том Ты чувствуешь Ты чувствуешь себя Любимым Пару и союз А говоря о том Разделяем Чем несчастливы И не обязательно Всегда подстраиваться Подстраиваться И желания Своего партнера Вы боретесь И спасибо Спасибо тем Кто звонил Задавал вопросы Субтитры делал DimaTorzok